Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы начать наш разговор об Олимпийском футбольном турнире. Вот так вот не прекращается у нас футбольное пиршество, вот, пожалуйста, Кубок Америки, чемпионат Европы, и вслед за ними сразу Олимпийский турнир по футболу. Да, конечно же, это очень специфическое зрелище, но и здесь есть много интересных нюансов. А матч Германии против Бразилии был для нас, россиян, вдвойне интересен, потому что, по слухам, именно наставник немецкой молодежки, ну и, собственно, Олимпийской сборной Германии, может стать новым тренером нашей сборной. Поэтому давайте разберемся, что же здесь произошло, каким образом бразильцы одолели Германию, каким образом они добились этой победы, и почему они смогли это сделать, ну, скажем так, настолько ярко. Я хотел сказать убедительно, но все-таки с убедительностью были вопросы. А вот то, что бразильцы в первом тайме уже вели 3-0, это был мощный задел. Да, дальше немцы сократили отставание до 3-2, причем сделали это уже в меньшинстве, поэтому я и не говорю, что эта победа была убедительной. Но сам по себе перформанс сборной Бразилии оказался очень ярким и интересным, и давайте его разберем. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод Калуцкий24, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, во-первых, если кто вдруг не знает, олимпийский турнир по футболу это очень специфическое зрелище. Здесь фактически выступают молодежные сборные. Собственно говоря, для того, чтобы пробиться на Олимпиаду, как раз таки молодежные сборные должны добиться определенных успехов. Именно молодежные команды пробиваются на Олимпиаду. Ну и, собственно говоря, тренерский штаб переходит как раз таки из молодежной команды. То есть той же самой Германии главным тренером Олимпийской сборной является Кунц, а не Юахим Лев, который раньше был тренером главной сборной Германии, и не нынешний вот вновь назначенный тренер, который пришел из Баварии. Нет, здесь, опять же, берут именно того наставника, который выводил команду, который выводил через матчи молодежные сборные, берут того самого Кунца. Ну и состав практически полностью является аналогом молодежной сборной Германии. При этом на Олимпиаде, да, действительно разрешают заявить некоторое количество футболистов старше 23-24 лет. То есть старше возраста молодежной сборной. И, в общем-то, во многом от этого, от того, какие футболисты попадают в команду, и зависит боеспособность коллектива. И вот здесь, если посмотреть на Германию, ну, как-то здесь все очень печально. То есть у немцев была возможность теоретически взять на Олимпиаду суперзвезд, там, подтащить Мюллера, Гнабри, кого-нибудь из звездных защитников, не знаю, Зюля и так далее. Но вы их увидели? Нет. Сборная Германии приехала именно в формате молодежка, причем молодежка, скажем так, ограниченная. Сейчас нету целого ряда ведущих исполнителей из молодежной сборной на Олимпиаде по разным причинам. Там и травмы, и физика, и все остальное. Ну и самое главное, была возможность заявить звездных опытных игроков. А кого здесь взяли? Крузе, вот этого нападающего, это у нас тот самый ветеран, который должен обогатить команду. Понимаете, вот бразильцы подтащили ветерана Дани Алвеса. Вот это легенда, мое почтение. У бразильцев другие звезды есть в составе. В принципе, посмотреть на подборах исполнителей, мама дорогая. И Ришардессон, и Малкум, который выходит со скамейки запасных. И тот же самый Клаудинио, который, по слухам, может прийти в Зенит. И Кунья на остре атаки. И другие звезды тут есть. И Жуао Карлос из Севильи, великолепный центральный защитник и так далее. Да, у бразильцев тоже есть, ну, скажем так, достаточно посредственные позиции в составе. Ну, например, на фланге обороны появился Арана. На правом фланге Дани Алвеш, слева Арана. Футболист Арана достаточно средненький, в отличие от того же самого Жуао Карлоса. Он также попал в Севилью, но ни черта там не показал. И вообще в Европе толком себя не проявил. Вот, пожалуйста, может быть, вот здесь есть какая-то проблемка. Какая-то позиция, которая провисает. Да, нету суперзвездных голкиперов. Ни Эдерсона, ни Алисона Беккера. Да, проблемка. Но в целом состав великолепный. И да, он не такой крутой, как у оптимальной сборной Бразилии. Но, в принципе, этот состав на чемпионате мира может дойти до четвертьфинала, полуфинала и так далее. В таком составе бразильцы способны на большие подвиги и на крупных турнирах типа Мунзиале или Кубка Америки. Поэтому, на мой взгляд, здесь фактически играла полуторная сборная Бразилии. Бразилии не вторая, а именно полуторная против ослабленной молодежной сборной Германии, где еще и не было целого ряда исполнителей важных и где не было хорошей подпитки опытными игроками. То есть здесь, по сути, были совершенно неравноценные команды. И в результате бразильцы, ну, как многие считали, решили исход матча уже в первом тайме, добившись счета 3-0. К какому-то моменту там Рейшарисон зарешал по полной программе, рвал оборону как тузик грелку, залезал за шиворот защитником сборной Германии, а те просто за ним не успевали. Один момент за другим, один удар за другим. И вы знаете, если бы не голкипер, кстати, с говорящей фамилией Мюллер, на позиции номер один у Германии, здесь было бы все еще хуже. Короче говоря, немцы здесь предстали командой, которая просто не готова к такому сопернику. И только когда они опомнились и более-менее пришли в себя, у них пошла хоть какая-то игра. Потому что поначалу на поле была одна сборная, это сборная Бразилии. Они просто изничтожали соперника. И вот опять же, если посмотреть на состав этой Германии, которая вышла против суперзвездной Бразилии, ну, кто здесь есть? Амири, неплохой футболист, да, Арнольд, вот, тоже неплохой футболист, один из ветеранов. Кстати, ему 27 лет, он один из тех футболистов, кто старше возраста молодежной сборной, но был заявлен на Олимпийский турнир. Но это, простите, средненький игрок, в лучшем случае, по меркам такой команды, как сборная Германии. Вот если бы заявили Кросса, я бы, может быть, понял на эту позицию. А здесь Арнольда заявили. Ну, такое себе. И в результате, как я уже сказал, это просто две несоизмеримые величины. Бразильцы великолепно использовали мобильность Рейшарлисона, который формально вышел под нападением. Кунья был на острие Рейшарлисона чуть поглубже, но этот неудержимый паренек оказывался то на одном фланге, то на другом. Он великолепно взаимодействовал с партнерами, потому что тот же самый Кунья, центральный нападающий, он мог оттягивать за собой футболистов обороны сборной Германии, уводить их и открывать зону для Рейшарлисона, чтобы он вторым темпом включился. Клоудиньо тот же самый, которым интересуется Зенит, он действовал формально на левом фланге, но он способен выходить и под нападение, как раз-таки позволяя Рейшарлисону подключаться вперед на позицию второго классического центра форварда. Плюс Дани Алвиш, несмотря на ветеранский возраст, по-прежнему способен подключиться в атаку, а Рана что-то там слева бегал. В общем, в результате организовывалась такая мощная группа футболистов. И с флангами хорошими, бегающими, двигающимися, и с центральной зоной достаточно опасной. В центре поля был тот же самый Геморанж, футболист, который, на мой взгляд, является одним из лучших центральных хавбеков, не только в Франции, не только в Лионе, но и, в принципе, в Европе. В общем, здесь удержать такого соперника было почти нереально. Но, к чести немцев, что произошло? Они смогли почти что отыграться. И вот я на это хочу обратить внимание. Кунц, главный тренер, который, по слухам, может стать наставником сборной России, он славится как отличный мотиватор, он способен завести команду. И он это сделал. Потому что 2-3, то, что немцы оформили, это почти подвиг. Это молодежка немецкая, которая билась против бразильских суперзвезд и почти что сравнила счет. При этом второй гол, если не ошибаюсь, Амири, был забит уже в той ситуации, когда Арнольд получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве. То есть здесь бились немцы до последнего. И только под зановой встречи бразильцы заколотили четвертый мяч и уже стало более-менее спокойно. А так бразильцам пришлось здесь попотеть, помирничать. И за это респект немцам, что они не расклеились и дали бой даже после 3-0. Даже после удаления при счете 3-1. Здесь немцы не посыпались. И это очень большой плюс. То есть это говорит о том, что наставник, тот самый Кунс, он способен мотивировать команду, заводить ее. И в данном контексте я думаю, что это как раз очень хороший показатель. Ну и результат, да, неприятно, конечно, проигрывать на старте турнира. Тем более, что немцы привыкли обыгрывать бразильцев. Причем зачастую с крупным и неприличным счетом. Но впереди матчи против Кот-де-Вуара, против Саудовской Аравии. Офигительные команды, да, Саудовская Аравия на Олимпиаде. Ну, таковы условия отбора. И в результате здесь у немцев ничего еще не потеряно. И я более чем уверен, что в оставшихся встречах эта сборная Германии покажет себя. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.